Здравствуйте! С вами канал Деревецкая Жизнь на Хуторе, дневник казачки. Я уже давно собиралась сделать видео о чем-нибудь таком, знаете, супер натуральном. И у меня появился повод. Дело в том, сначала немножко предыстории. Дело в том, что несколько дней назад я по ошибке купила в магазине, который торгует всякими моющими средствами, в общем, такой химический магазин для домашней химии. В общем, я купила по ошибке. Вместо того, чтобы купить шампунь и бальзам-ополаскиватель для волос, я купила три бальзама-ополаскивателя. И заметила это я только дома. У нас вообще в семье так. Я мою голову шампунем, обязательно ополаскиваю бальзам-ополаскивателем. То же самое делает моя дочь. Муж у меня всю жизнь пользуется стиральным мылом. Я, когда хожу в баню, я тоже тело мою стиральным мылом, потому что мне нравится, как оно мылится, потому что я всё-таки осознаю, что это натуральный продукт. А голову у меня мыть стиральным мылом бесполезно. Я пробовала. У меня волосы после него становятся как колту. А муж у меня прекрасно им обходится. Ему не нужны никакие гели для обрития, никакие вот эти вот крема, ничего. Он обходится натуральным стиральным мылом, вот этим хозяйственным. И всякими маслами. Он делает самооблепиховое масло, либо прополисом он там настойкой протирает. В общем, у него там свои заморочки. Вот, и ему вот эта вся вот никакая парфюмерия не нужна абсолютно. Ну и вот так. И я по ошибке купила вот этот шампунь. Ладно, купила и купила. У меня был старенький шампунь. Я домыла им голову один раз. Потом в очередную свою поездку в магазин я опять забыла шампунь купить. Ну и в общем, дальше начинается сама история. Захожу я вчера на наш сайт на YouTube и смотрю на одном канале. Значит, Лена рассказывает, что она только-только пришла за пани, говорит, я вся такая чистенькая. У меня, говорит, такая кожа хорошая. Я, говорит, все время пользуюсь, говорит, стиральным хозяйственным мылом. Мою им голову, мою им здесь. Ну, как бы то, что здесь мыться стиральным мылом, меня это никак не удивляет. Но человек моет стиральным мылом голову, у него хорошие волосы и все. В общем, я это, ну, посмотрела, послушала, думаю, о, надо же. Я, говорит, прям как мой муж. Даже написала ей комментарий, что мой муж тоже, в общем, этим занимается. Вот. Закрыла я наш несчастный YouTube. Захожу на другой сайт, который я часто посещаю. И там, как на грех, опять топик. Про вот эти вот натуральные косметические средства. А там, значит, про кислое молоко, опять же, для волос. Про золу, как щелоком мыли. А у меня даже в закладках на компьютере у меня как-то была мысль, мы режем, когда коров, остается много говяжьего жира. Ну, вы сами понимаете, как у нас мысли работают. Они же у нас, ну, броют в любом направлении. Мы, как бы, им не хозяева нашим мыслям. В общем, залетела у меня в голову мысль, что можно попробовать мне попробовать сварить это стиральное мыло. В общем, я прочитала описание хозяйственного мыла на вот этом жиру говяжьим. Там что-то еще надо добавлять. В общем, я не помню. Я в закладках это оставила, и ладно. Потом у меня тоже, вот недавно посещала у меня мысль, так как у нас есть натуральный воск и есть натуральное вот то же самое плепиховое масло. Вообще любые масла можно купить в аптеках. У нас есть натуральные жиры, как бы, в хозяйстве. То вполне можно сделать крем для лица. Но это тоже у меня, как бы, эта мысль, вот она недавно была. В общем, я ее тоже положила в закладки и оставила. И тут вот я же еще раз говорю про волосы, про вот эти шампуни. Захожу я на этот сайт, в деревенский портал, кому интересно, я нет-нет, туда захожу. Ну, раньше я там писала, а сейчас просто захожу читать. И там такой топик висит, обсуждаемый, что там, вот, короче говоря, пользуются вот этими натуральными продуктами, моют голову, ну и все. А мне как раз пришла пора мыть голову. И опять я сижу с этими тремя своими бальзамами без шампуня. Ну, что делать? Я взяла это стиральное мыло, короче говоря, и помыла свою голову. Помыла я голову, и у меня волос превратился вообще в колтун. Я всегда после мытья стараюсь вытягивать волосы феном с расческой, потому что у меня волосы волнистые. Вот то, что вы сейчас видите, это вытянутые, немножко вытянутые. Полностью вытянуть их могут только в прикладке, в общем, у меня терпения на них не хватает. Если я не вытянула, у меня будут тут такие кудри. В общем, ладно, я помыла эти стиральные мыло, вот так вот запустила руки в волосы. Я чувствую, что они, вот даже вот руки туда вот не ползут, они там вот как колтун какая-то проволока, жесткая-жесткая такая. Но делать нечего, думаю, может, потом пройдет, когда высохнут. Я их кое-как вытянула феном. У меня было полное впечатление, что я их намазала каким-то гелем или каким-то клеем, либо лаком, потому что волосы все у меня склеились. Видите, мои кудри так и не образовались. В общем, были вот такие прямые волосы. Вчерашнее видео про вязальную машину я делала именно вот с этой своей головой намытой стиральным мылом. В общем, походила я сутки. Вот, мне, естественно, не понравилось состояние моих волос, потому что любому хочется, чтобы они были такие мягкие, но шелковистые, рассыпчатые. И, в общем, уже вчера вечером, после того, как вот этого неудачного, так сказать, варианта мытья головы своей стиральным мылом, я начала задуматься, думаю, ну как же так. Я вспомнила, что когда я приезжала в деревню к бабушке, когда была маленькая, она же мне мыла голову и ополаскивала их уксусом. Тогда же ведь не было никаких шампуней. Мыла голову, она мне, естественно, мылом детским. И ополаскивала их уксусом. Я поняла, что, видимо, я сделала ошибку. Когда помыла я голову стиральным мылом, я совершенно забыла про этот уксус. В общем, я ничем не ополаснула. Вот так. И мне вчера было не лень. В 10 часов вечера я встала, пошла в кухню. У нас там есть русская печка, в которой лежит зола еще с весны. В общем, я взяла совок, нагребла залом, насыпала ее в кастрюлю алюминиевую. Вот. В этой алюминиевой кастрюле залила ее кипятком, эту золу, и оставила на ночь. В общем, я сразу хочу сказать, что кастрюлю я, оказывается, испортила. Когда я сегодня пришла, значит, утром заглянуть, что там происходит в моей кастрюле, зола она так немножко пошипала. Вот этот раствор был такой немножко мыльный на ощупь, как и пишет вот этот щелок. Вот. И она там, знаете, когда вот так, ух, поднесешь к кастрюле, она там так пш-пш-пш-пш. Ну, в общем, что-то там выделялось, какой-то газ. Что мне делать? Мне стало жалко свою алюминиевую кастрюлю. Я поняла, что я сделала неправильно. Я пошла, в общем, вывалила все это дело в пластмассовую такую штуку, а всю эту золу, которая оставшаяся замочная, вылила в ведро. Думаю, потом унесу на огород. У нас там как раз это самое, там, во всю идет посадка, пересадка малины, зола пригодится. Вот. Что мне делать с кастрюлей? Я взяла и думаю, наверное, там надо, ну, вот эту вот корку, там такая корка образовалась, короче, говорят, тонкая-тонкая, вот как, не знаю, с металлом что-то случилось, короче, от этого щелка. Вот. Я взяла и налила туда лимонной кислоты. После этой лимонной кислоты, видим, там какая-то реакция, вы знаете, воняла тухлыми яйцами, вот этим сероводородом. Может, если тут какие-нибудь химики меня смотрят, они мне объясняют, что за реакция произошла. В общем, ладно, кастрюль так у меня осталась с этим налетом. В общем, я теперь поняла. Вот. А этот щелок я слила, выгребла оттуда все угли, посмотрела, что на ощупь он такой вот мыльный-мыльный, и пошла им мыть голову под душ. Все это дело, все свое стиральное мыло, я просто, знаете, я начиталась, я прочитала, что нельзя наносить вот этот щелок замоченный на волос, кто-то там сжег кожу головы, хотя в некоторых рекомендациях как раз пишут, что нужно вот эту вот замочную золу вот так прям вот втереть в корни головы. Там одна тетка пишет, что я, говорит, втерла в корни головы вот этот щелок, и у меня получился ожог кожи. В общем, я перепугалась, я это сама развела вот этот раствор, который я приготовила, ну, где-то вдвое или втрое. Ну, что делать? Вот так вот на ощупь немножко мыльца. Но если его вот так потереть, он не мыльца. Я просто вот так вот нанесла его на волосы, вот так смочила, смочила, смочила. Чувствую, у меня опять волосы посклеились, как проволока. Что мне делать? Я все это дело смыла под душем, думаю, может, второй раз надо помыть. Я, в общем, нанесла второй раз, мои волосы стали еще хуже. Я с этой мокрой головой, вы знаете, настолько вот так вот сюда вот ты хочешь руки, вот так вот в это самое, ну, вот туда провести по голове, по волосам, руками, у тебя руки просто тормозятся, они не лезут, волосы вот прям склеились. Ну, я не знаю, как я не знаю, что это, только вот на ощупь можно понять. В общем, я поскакала в кухню, взяла лимонную кислоту, я сначала проверила, что она у меня есть. Навела в стакане вот этот раствор лимонной кислоты, полила вот так себе на голову, чую, вроде помягче стала. Ну, в общем, вот этот поливать, это все не то. Я взяла в тазике, развела эту лимонную кислоту, наклонила голову, ну, как в деревнях, мой целый, знаете. В общем, вот это я все смыла, 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 смыла этой такой подкисленной водой. И вы знаете, волосы, вот это я как раз сейчас заснимаю вот это видео, волосы вот у меня смотрите мягкие шелковистые ну как после нормального шампунь я не использовала не бальзама ничего все эти три бальзам у меня теперь так стоят я помыла голову натуральным продуктами а когда я вчера смотрела сама ну всякие вот рекомендации по мытью волос в общем там написано я вспомнил что мы полоскали ромашкой раньше крапивой корень лопуха сейчас кстати вот уже на ромашки крапивы понятно что уже нигде не найдешь а вот корень лопуха в самый раз выкакивать идти я помню одно время по молодости по дикам не показал что мне стали попадать волосам что не правда падали и очень я каждый день делала маски я вот отапливал корень лопуха крапиву просто смачивала волосы вот и оставляла ничем не смываю через месяц имеет выпадение прекратилось волос у него нормальные и вот я думаю сейчас в принципе мне понравился мой вот этот самый вот смотрите вот мои волосы ведь тянет ну достаточно блестящие вот мягкие все нормально я еще раз говорю никаких этих самых бальзамов я не использовала прям хорошие такие мягенькие волосы только глянь я только сейчас увидел у меня здесь уголек остался видим я все-таки не видишь вот черный уголь потому что все это конечно надо процеживать но как бы в экспериментальных целях вот короче говоря вполне хорошо все это проходит и я поняла что можно мыть голову натуральными средствами тем же сам хозяйственным мылом но видимо просто нужно правильно ополаскивать после такого мытья свои волосы вот и мне теперь осталось только попробовать сделать натуральный крем чтобы я уже была полностью подкована мне просто интересно потому что живя в деревне мы конечно никакую химию не едим в этом в этом деле нам повезло что у нас нормальное питание у нас хорошие продукты все натуральное но если мы перестанем еще совать голову подставлять под всякие химические самое средства использованы после получившиеся после вот этой переработки нефти и будем пользоваться натуральными то вообще будет очень даже хорошо но пока всем пока я бы рассказал об эксперименте который я провела над своими волосами который прошел достаточно удачно я считаю всем пока